Миллениал, псевдоинтеллектуал, я такая, потому что я скорпион. К этому приходят из полной жопы в жизнь. ГГДокинзы мамкины, хоть фу, б***ь. Мои, например, убеждения, это не мода. Пожалуйста, не надо, я не хочу, чтобы он знал о моем существовании. Поздно. Don't you mean astronomy? Друзья, случилось ужасное. На меня очень обиделись фанаты астрологии. Вы могли заметить, что я в последнее время очень активно снимаю шорт-контент, заливаю его в YouTube Shorts и в TikTok. И один из видосов, который я записал, ну, решив спровоцировать просто комменты тех, кто верит в гороскопы. Астрология, это стыдно. Я сейчас не буду здесь приводить научные подтверждения, которых тонна в интернете. Не буду опровергать вот эту вот ситуацию, а вот у меня вообще-то сработало. Нет, я просто хочу вам сказать вот то, что, возможно, вам стесняются сказать большое количество ваших знакомых. Но и у меня, и у многих других людей сильно ухудшается мнение о человеке, когда он всерьез что-то вот астрологическое задвигает. Не хочу никого обидеть, просто знайте. В итоге спровоцировалось не очень, просмотры были средние, но зато какая-то серьезная авторка из Твиттера решила его к себе выложить. Сейчас на этом посте в районе 400 тысяч просмотров, и комменты там это просто мясо. В ближайшие минут 20-30 я посвящу чтению этого для вас, чтобы у вас сначала немного подупала вера в человечество, а потом, возможно, обратно возродилась. Нестандартный для меня формат. Напишите потом, как вам. Здрасте, вы на канале Сейна. В одном из предыдущих роликов я упоминал, что что-то очень проникся британской музыкальной сценой, когда переехал в Нью-Йорк. Напрашивается вопрос, есть ли в этом какая-то связь? В том-то и дело, что нет. Очень многие люди называют себя меломанами, но в действительности слушают всего пару-тройку жанров. А вот если вы реально хотите развивать свою наслушанность и свой музыкальный вкус, а вкус берется, собственно, от наслушанности, совсем недавно для этого появилась новая крутая фишка. Ща расскажу. Яндекс.Музыка представила новый алгоритм рекомендаций для настройки «Незнакомая» в моей волне. Теперь он предлагает только незнакомые треки, что помогает расширить ваш музыкальный кругозор. И это очень круто. Ведь это дает дорогу новым исполнителям, а заодно и вашу коллекцию развивает. Я уже протестировал, и сейчас поделюсь с вами парочкой треков. Во-первых, Apex Twin, сколько мне его рекомендовали в реальной жизни, а я это игнорировал. И вот незнакомая в Яндекс.Музыке все-таки справилась с тем, чтобы заставить меня это послушать. Да, это интересно. Местами сложновато, и вот как раз определенное усилие для принятия нового делать нужно. Но что тут нового и что тут интересного, я вижу отчетливо. Еще группа Гаупа. Они вряд ли рассчитывали на эту рифму. Но вот оказывается, что не весь Стоунер мной еще открыт. Моя волна справилась с тем, чтобы дать мне послушать какого-то нового Стоунера и понять, что все-таки, блин, люблю я этот жанр. Так что тоже попробуйте настройку Незнакомая в моей волне. А включить ее можно на главный, нажав на Настроить прямо под моей волной. Жду от вас в комментариях новых крутых исполнителей, которых вы открыли с помощью настройки Незнакомая. Возвращаемся к ролику. Возвращаемся к ролику. Я неспроста, что в том ТикТоке, что в других своих публичных высказываниях про это употребляю слово всерьез. Потому что, действительно, если кто-то по приколу там просто вот относится к астрологии так же, как к тесту ВКонтакте кто-то из Наруто, и ровно так же там просто собравшись по приколу там делает расклад Таро, да пофиг вообще. Но ведь наверняка ведь и вы сталкивались с именно надменным отношением от людей, которые думают, что на их жизнь влияют звезды. Что, ой, с тобой все понятно, ты скорпион. То, что кто-то действительно рассматривает свою совместимость с другими людьми, исходя из астрологии, это дикость, по-моему, сумасшедшая. И хуже вот всего вышеперечисленного, то, что эти люди в итоге одобряют деятельность мошенников. Я думаю, с этим-то ну уже, ну нет, ладно, теперь я знаю, что много кто с этим будет спорить, но, товарищи, это чистое наебалово население. Притом тоже легко гуглиться в интернете история про то, что популярность, что астрологии, что других вот всех эзотерических практик, гадалок, экстрасенсов и всех остальных, она особенно повышается в неспокойные и стрессовые времена. То есть, понимаете, когда людям хуёво, когда они не знают, куда приткнуться, у них жизнь вокруг разрушается, как у многих сейчас в России, так мошенники, блядь, ещё и берут с них деньги за то, чтобы их обмануть. И я не говорю, что всегда так происходит и обязательно у вас произойдёт, но у меня есть личные примеры, примеры друзей, примеры, к сожалению, в семье, когда люди, которые вот были очень увлечены всякими вот этими вот различными, что астрологиями, что духовными практиками, что остальным мошенничеством, после этого попадали на другое мошенничество, что в итоге очень сильно портило жизнь и им, и всем вокруг них. Опять же, может вы самые умные, и вот с вами никогда ничего плохого не произойдёт, вы будете всегда свою натальную карту раскладывать, и всё будет только лучше становиться. Вот я вам реально этого и желаю, чтобы у вас всё хорошо было. Но, опять же, у меня и у многих других есть отрицательные примеры, и вот в своей личной жизни, да, там, сидя за ужином с друзьями, я вряд ли начну кого-то переубеждать насчёт астрологии, потому что мне ужин важнее, чем это. Но тут я продал интеграцию. Давайте же теперь вернёмся к Верочке. Во-первых, ну, нельзя не отметить, насколько вообще низкий приём, как бы споря с моим заявлением, доебаться до того, как я одет, какая у меня мебель, и вообще вот как бы как я выгляжу и что меня окружает. По-моему, ничего лучше не демонстрирует просто несостоятельность заявлений оратора, да, чем вот подобные приёмчики, не говоря уже о том, что всё это пиздёж. Я принципиально не покупаю одежду ни в H&M, ни в других масс-маркетах. У меня давным-давно был про этот ролик. И вот это, кстати, из секонд-хенда. То, что на мне было одето в том видосе. Футболка моего производства, шапка по бартеру, рубашка тоже из секонд-хенда. Дальше она пишет, что мебель из Икеи. Вот лампа, которую вы здесь в отражении видите, действительно из Икеи, но её на том видосе не видно. Вот эта вот полка, это единственный предмет мебели, который там виден, оно взято с улицы. Вообще, всем вам рекомендую, товарищи, вместо того, чтобы покупать вот что угодно в масс-маркетах, хотя против Икеи я, кстати, вообще ничего не имею против, да, но вместо того, чтобы покупать что-то в масс-маркетах, берите и идите либо к авторским брендам небольшим, поддержите локального производителя, который за своё дело горой стоит, либо идите на вторичный рынок, то есть там эти барахолки, секонд-хенды, авиты и всё остальное, там куча всего замечательного вас ждёт, настоятельно рекомендую, моя философия. С обувью не работает. Хотя иногда работает. Про инди-рок тоже говорить вообще ничего не буду, посмотрите мой канал. Этой мадам отвечает Глеб Деф. Астрология для тех, у кого IQ не хватает на освоение математической статистики и теории вероятности. Верочка ему отвечает. Хэзэ, у меня пять по теорверу. Другой чувак ей пишет. По десятибальной? Она ему пишет. Нет, по пятибальной. Он ей пишет. И верите в астрологию? Лол. Она ему пишет. Да, и это с пятёркой по физике. Вышмату, электроники и т.д. Мне просто не нравится быть скучной и ограниченной. Ну вот, товарищи, всем нам урок и вывод, который стоит сделать. Не нужно действительно людей обобщать. И если кто-то там вот умный в плане науки, в плане тоже вышмата, в плане чего угодно, это не значит, что он умный по всем вопросам. Но, конечно, если не верить в астрологию, это быть скучным и ограниченным, то, товарищи, я для вас навсегда останусь скучным и ограниченным. Подписывайтесь на канал. Снова Верочке отвечает Лера Абрамс. Это Сейн. Ему 24 и он зумер. Нет ничего плохого в мебели из Икеи и одежды из Эйчика. Тебя задело это видео не потому, что он псевдоинтеллектуал, а потому, что неиронично верить в гороскопчики реально позорная хуйня для долбоёбов с магическим мышлением. Жестковато высказывание. На что и отвечает Виктор из чата. Я не верю в гороскопы, но меня это покоробило по причине, по которой покоробил и ваш коммент. Принижение и, в вашем случае, оскорбление людей на основе их веры во что-то магическое. Я повторюсь, но не похуй ли, кто и во что верит? Лера Абрамс отвечает, потому что подобная вера не безвредна и часто выступает способом манипуляций. Я такая, потому что я скорпион. Или дискриминации. Это потому, что он скорпион. А ещё на этом жёстко скамят людей, всякие астрологи, торологи и прочие шарлатаны. Так что нет, не похуй. Вот по поводу «я такая, потому что скорпион», блядь, согласен на 400%. Вот все высказывания в духе «какая есть, обратно не залезть» это самое страшное просто, что может быть. Понятно, что иногда нужно, да, отстаивать как-то свои границы, не вестись на газлайтинг, в том числе и т.д. Но, я думаю, у всех тоже в жизни были ситуации, когда именно какой-то ёбаный трэш в поведении оправдывается вот каким-то таким «ну я же...» И дальше какая-то совершенно бессмысленная причина. Видимо, много людей доебалось, да, Верочки, и поэтому она выкатывает продолжение. Для людей, любящих проецировать, напишу. Я не считаю Икею и H&M чем-то позорным. Я вам более скажу. Для меня большую часть жизни не было возможности там что-то покупать. Мне просто не нравится вайб образа и подача, который отсылает к хипстерским блогам 2016 года про научный атеизм. Продолжение. Ну вот тоже, чтобы поспорить, приходится перевернуть обязательно, что я сказал. Не все, конечно, уверен, многие твои знакомые с тобой абсолютно согласны. Но, как я и сказал в своем ТикТоке, абсолютно точно часть ваших знакомых, ну ладно, скорее всего, часть ваших знакомых или новых людей, которые вы узнаете, у них портится о вас мнение от того, что вы вот что-то основываете на астрологии. Просто, опять же, никому не хочется начинать с вами спорить прям в процессе, потому что понятно, что какие-то рациональные аргументы тут не работают. Особенно, опять же, девочка написала, что у нее там пятерка по вышмату, то есть понятно, что она не глупый человек. И дело совершенно не в том, что она не знает, а скорее дело в том, что не хочет знать. И я совершенно не имею в виду, что нужно запретить, ограничить или что-то такое. Хватает в России разных запретов. Но также, мне кажется, нормализовывать это, и именно делать вид, что «Ой, да, да пофиг вообще, кто в что верит, пусть целыми днями про Меркурий пиздят и говорят мне, что я там что-то вот как-то себя веду, потому что я весы». Не согласен, извините. Эмбиентная персона пишет. «Да он просто Овен, забей, сис». Верочка отвечает. «Я тоже Овен, а я не Овен». Уфус пишет. «Могу лично ему передать, что он неправ». «Ты кто?» Верочка отвечает. «Пожалуйста, не надо, я не хочу, чтобы он знал о моем существовании». Поздно. Тут в обсуждении есть несколько таких примеров, и вот Хельга Тяжелоглазая переделывает мою фразу под христианство. Христианство — это стыдно, и я сейчас не буду разбирать ни научные доказательства отсутствия Иисуса, которых тонны в интернете, ни эти случаи, а вот у меня молитва сработала, нет. Я просто вам скажу, что стесняются сказать ваши знакомые». И, во-первых, многие на это реплаят. «Ну, да». А во-вторых, раз уж тут приходится объяснять какие-то очевидные вещи, скажу, что в случае с христианством, да как и с любой другой религией, для многих это все-таки культурный слой. Очень много кто, вот, например, в России, назовет себя христианином, но при этом в церковь не ходит. И тем более не будет рассказывать про то, как его характер сформировал бог, или вот какие-то другие штуки, если мы уж берем вот аналогию с агрессивной астрологией, когда люди агрессивные — христиане, или агрессивные представители любой другой религии, мне это тоже категорически не нравится. Вообще, когда я до этого этот трет читал, мне попадалось больше негативных комментов. Сейчас добро побеждает. Но на это, надо поискать негативные. Пишет Ванес. Читаю реплай и охуеваю, сколько ж дебилов вокруг, притворяющихся уверенными умниками. Считать, что планеты влияют на человека — это бред. Да вы даже объяснить работу собственного кишечника не в состоянии. Я не утверждаю, что сам все знаю. Думаю, мысль ясна. На что замечательно за меня отвечает Кайл Андерсон. Классическая подмена понятий. Наука не знает — значит, астрология работает. Промолчу про то, что написано. Этот бред дебила осуждаю с телефона — достижение наука, в интернет — достижение науки, сидя в доме — достижение науки. И лишь спрошу, как именно планеты влияют на поведение. Джулиан пишет. «Да слава богам, что у таких ухудшается мнение. Пусть вообще за хуилиард километров держится. Гагедокинзы мамкины. Хоть фу, блядь, от одной манеры говорить блевать тянет». Ей отвечают Дианон. «Вы имеете что-то против москвичей?» А Джулиан пишет. «Чё?» Нет, слушайте, люди, которые различают по говору регион. Я говорю по-московски, да? Мне интересно. Обидно, что я не говорю по-химкински? Или не обидно? Не знаю, напишите в комментах. Мне спустя неделю пришло ещё энное количество мыслей на этот счёт. И вот самое херовое, по-моему, что есть в любой эзотерике, в любом сорте магического мышления, это в том, что оно ведь является противоположностью знаний реальных. И это вот не из серии «Аргумент из паблика Атеист», о чём я тоже дальше скажу, а то, что это ведь относится к другим сферам жизни тоже. То есть даже речь не про теорию эволюции, да, или там реальное положение планеты, как действительно космос работает, но ведь то же самое и с отношениями. Если вы принимаете выводы, которые даёт вам натальная карта, про то, как складываются ваши отношения, то зачем тогда в них дальше разбираться? Хотя сама по себе тема очень сложная. И действительно, почему у вас повторяются в жизни какие-то паттерны в отношениях, что-то получается или не получается, это очень сложная тема. Что в вас оставили ваши родители, это очень сложная тема. И нормально, что она кажется совершенно непонятной и непонятно, как вообще это всё свернуть и когда, блядь, станет нормально. Это окей, но это у всех так. Но в моём представлении спрятаться от этого, это ничем не лучше. И, понимаете, то же самое касается и, допустим, экономики. Я вот в последнее время тоже что-то вот был, блядь, всё это время музыкальным блогером, очень экономикой увлёкся. Чем дальше читаю, тем сложнее становится и тем сложнее это всё кажется. Но, тем не менее, в этом видятся реально контуры какого-то мироустройства, которое меня окружало всё это время. И да, это гораздо сложнее и не даёт прямых результатов, чем просто поверить в то, что сейчас, блядь, денежный вторник или вот чакра денег открыта и всё вот это, и поэтому в этот месяц тратите деньги. Ну, понятно, я утрирую, но я думаю, суть ясна, что астрология, как и религия, как и вот многие другие такие верования, они как раз убирают человека из этого хаоса реальности и дают ему объяснение, что да, вот за счёт там Меркурия, Сатурна и всё такое у тебя появляется чуть больше контроля над жизнью. И более того, для меня главная моральная дилемма вот во всей этой штуке, и почему я там до сих пор не записал 500 роликов про вот свою атеистическую позицию, антиастрологическую, антиэзотерическую позицию и так далее, потому что я понимаю, что люди зачастую к этому приходят из полной жопы в жизни. Даже вот там недавно посмотрел интервью Штефанова у Дудя, ну, чувак буквально сказал, что после полнейшего пиздеца в своей жизни он пришёл к религии. И, ну, именно из-за этого у меня нет вопросов к человеческой мотивации, из-за того, что всем нужно как-то по-своему справиться вот с полной жестью, которая им жизнь подкидывает. Но, однако же, от того, что человек таким образом от хаоса спасся, не делает, как бы, вот этот способ более реальным и более материальным. И также, мне кажется, никуда не девает тот факт, что всё-таки все вот эти вот институции, они так или иначе тоже созданы для собственных выгод. Как астрология с самого начала была создана как развлечение просто для простого люда, чтобы вот учёные могли окупаться просто. То есть вот они занимались своей серьёзной наукой, которая денег не приносила, но по фану занимались астрологией как раз вот для того, чтобы какие-то шиши-барыши собрать. В принципе, вся история религии говорит ровно о том же самом, но как бы этого тоже из песни не выкинешь. И если резюмировать, то, мне кажется, говорим ли мы об общественных проблемах или говорим мы о личных проблемах каждого из этих людей, то, безусловно, плюсом любых вот этих верований и тайных знаний сложит то, что они могут психологически помочь человеку в определённый период его жизни, ровно как и плацебо может помочь человеку. Но глобально плацебо, которое вот человек покупает из-за рекламы, просто по телевизору, оно может удерживать его от приобретения нормальных лекарств и от того, чтобы всё-таки в долгосрочном периоде лечить свою болезнь, а не говорить, что мне там помогла какая-нибудь гомеопатия, хотя на самом деле, ну, он просто естественным образом вылечился, и, возможно, его ждёт ещё следующий раунд, ещё более тяжёлой борьбы с той же болячкой. Ну, и в случае с астрологией и религией ровно так же. То есть базара нет, что это может очень сильно помочь вам в определённый период жизни, но также я убеждён, что это очень большое количество людей отворачивает от решения реальных проблем, которые вот всё-таки в материальном мире находятся и имеют вполне конкретные источники. Винес Нептуния пишет, я вообще не понимаю, почему коллеги-эзотерики наконец-то не покажут таким людям зубы и тонкий намёк, чтобы они отъебались от нас. Такое чувство, будто им Терквимада из подвалов Мадрида им платит шаурмой. Эзотерики, покажите зубы. Мир хочет увидеть ваши зубы. Давайте. Серьёзно, в интернете довольно мало там всяких дебатов, споров и всего такого с эзотерикой. Призываю вас. Я думаю, со мной мало кому интересно будет про это спорить, но есть очень много площадок и в России, и не в России. Идите вперёд, покажите себя миру. Давайте. Мы все с удовольствием на это поглядим. Пан Удмуртский всё правильно сказал. Астрология — это расизм для девушек. Вообще, забавное действительно высказывание. Я тоже его пару раз слышал про то, что, мол, всё прогрессивное общество, реальный расизм, шовинизм, сексизм и всё остальное недоступно. Поэтому вот астрология, как он используется. Но здесь тоже хочется добавить только то, что если кто-то реально делает выводы о людях, исходя из знаков Зодиака, ну это кринж. Ну реально. Я в основном стараюсь с уважением к людям относиться, да, но одно дело уважать ваше право на мнение, другое дело глядеть на мнение, которое, ну, полный пиздец же. Пишет волчара злобная подружка Даники. Я хоть и не верю в такие штуки, но с психологической точки зрения это хорошая вещь. Опять же, лучше Таро, чем повальная вера в Бога, которого даже увидеть нельзя, не то, что подтвердить его существование. Уран в Водолее хотя бы реально есть. Сказать нехуй. Тут дальше пишут, что я дева. Пока что все, кто по Рофлу и не по Рофлу угадывал мой знак зодиака, не угадали. Ксеньор Нейл девелопер пишет, а про музыку нормально рассказывает. Спасибо, чуваки. Спасибо. Блин, дальше тут еще есть несколько чуваков, которые просто меня узнали и хвалят, но есть и вот что. Антигерой Жужелица. Сейн это кринж, он будто застрял в модном нигилизме 2015 года. Плюс свои ролики про музыку снимает по текстам Скилса. Ей пишут Эрен Неко. Сейн же раньше Скилса начал выпускать ролики. Она на это отвечает. По текстам Скилса, которые он писал в свой паблик. Скилс это изначально текстовый блогер, но потом он понял, что по своим сценариям лучше самому делать. Во-первых, у меня действительно есть ролик по тексту Скилса, о котором мы со Скилсом договорились, что я его сниму. И до того, как Скилс создал свой канал, это действительно, наверное, малоизвестная информация, у меня на канале выходил видос про Канни Веста. Действительно, по материалу Скилса, созданным с ним вместе. Но дальше это заявление, конечно, вообще супер всратое, потому что у нас со Скилсом даже не так часто темы пересекаются. И вообще, Скилс, респект, реально охуенный музыкальный контент, я так не могу. Дальше, милая Т прикрепляет скриншот твита чесноковой Лены. Если человек верит в гороскопы, он не обязательно необразованный ебанутый. Наш мир таков, что прогнозы на основе Луны и Меркурия и прогнозы на основе экспертов из Медузы и The Bell имеют примерно равные шансы сбыться. А Луна это хотя бы красиво. И вы мне говорите, что я претенциозный. И вот тоже после вот этого спрашивается, а че бомбит-то? Почему нельзя просто всех оставить при своем мнении? Потому что, блядь, вот это читаешь просто мозг через уши течь начинает от того, какой это пиздос. То есть, понимаете, если не сбываются прогнозы у Медузы и The Bell, которые анализируют реальность и реальность оказывается сложновато, да, чтобы эксперты могли ее точно предсказать, это не значит, что не стоит на слово верить точно экспертам, которые к тому же довольно редко говорят, что вот эта херня точно сбудется. Они говорят, я предполагаю, исходя из этого. Нет, лучше пойти к чувакам, которые говорят, точно будет вот так, потому что Меркурий в Венере. Ну, Луна ж, блядь, это красиво. И сейчас вот скажу самый controversial take. Вообще, по российским меркам, мои взгляды, мне кажется, профеминистские. Но, не кажется ли вам, что вот даже сейчас я читал вот такое количество твитов и подавляющее большинство защитников астрологии девочки и женщины. Не кажется ли вам это тоже частью патриархата? Не кажется ли вам, что просто в мужской компании придет чувак, начнет что-то говорить про Меркурии и Венеру, и его, совершенно не стесняясь, покроют хуями настолько сильно, что больше он к этой теме не вернется. А вот именно из-за отношения к женщинам как к неравным, а вот, ну ладно, чем там они увлекаются, похер. Чем бы дитя не тешилось. Из-за этого цветет вот такая херня. Из-за выключения из реальных бесед и дискуссий и, ну, че могу сказать, очень жаль. Мне кажется, это несправедливо. И я вот еще что вспомнил. 19 июля 2017 года я снял ролик про паблик-отеиста. Я сам. То есть почти 7 лет назад мне это самому казалось забавным. Но, однако же, еще более забавным мне кажется, вот этот вот подтекст всех этих твиттерских заметок про меня и мой какой-то обобщенный образ про то, что это как будто мода, которая прошла. Но хочу заметить, что вот мои, например, убеждения это не мода. И если кто-то был атеистом потому что это было модно, ну, чуваки, у меня плохие новости для вас. И несмотря на всю нелепость паблика-атеист, это никак не умаляет полезности вообще популяризации науки и какого-то вот рационального, сложного взгляда на мир самого по себе и я считаю это действительно полезно и в том числе там, я не знаю в какой кусок я запихнул этот кусок в видосе, но там вот было про ГГ Докинзов. Чуваки, кроме шуток, если вы не читали Докинза, почитайте! Это отличная штука, очень интересная и если вне зависимости от того, вы верующий или не верующий или агностик, это так или иначе может очень интересно дополнить вашу картину мира. То есть кроме всех шуточек и того, что все это превратилось в какие-то такие имена нарицательные и анекдотичные понятия, в действительности это все еще интересные мысли и интересное наполнение для вас. И Докинз уж точно наполнит вас больше, чем прочтение любой натальной карты. Блин, жесть на самом деле, я сейчас долистал тред до конца и в итоге за время там сколько-то прошло, пять дней вроде, большая часть комментов в итоге меня поддерживают, вот, там до этого было гораздо больше именно высказываний против меня, но тоже тут в итоге все, что против меня это очередной хуйлуша, который думает, что его мнение кого-то волнует. Ну, например, весь этот тред. И я это все говорю не с позиции Нобелевского лауреата. В принципе, я себя не считаю интеллектуалом, но вот то, что минута моей просто речи на каких-то людей производит впечатление, что я псевдоинтеллектуал и строю себя очень умного, скорее говорит, мне кажется, о состоянии их интеллекта, если вас, ну, просто речь впечатляет. И, собственно, каждый раз, когда я свой ролик записываю, мне приходится много раз все перепроверять, чтобы мне потом в комментах не написали, что я ебанат. И когда я все-таки допускаю ошибки, мне это в комментах пишут, и тогда я выпускаю апдейты, где я поясняю свои собственные ошибки, потому что просто так в видео их не исправишь. И, исходя из всего этого, мне кажется, справедливо каким-то образом доебываться до людей, которые вот ставят себя в позицию морального и, ну, вот не скажешь интеллектуального, да, но однако же превосходство с точки зрения эксклюзивных знаний, которыми они обладают благодаря звездам и прочей вот такой вот хуете. Вполне справедливая критика, по-моему. И ровно так же эта мадам доебывалась до меня по поводу стиля, ну, я зашел к ней в инстаграм, подруга, не тебе мне за стиль пиздеть. А если вам, дорогие мои зрители, мой стиль нравится, то у меня есть очень стильный инстаграм, можете на него подписаться, и тогда буду я своим стилем вас дальше облучать, будете смотреть мои сторис и посты совершенно шикарные. Даже вот не вру. И еще, я это редко упоминаю, но для самых преданных моих зрителей, которым хочется поддержать канал, по максимальной подписке на Бусти или Патреоне, есть доступ в закрытый чатик, он называется Тайник Сейна, и туда я скидываю всякие свои ранние наработки дизайнов новых превью, дизайнов новых продуктов Секты Сейна, каких-то сторонних моих штук, и, в общем, разную всю творческую хрень, которую я делаю, я первоначально тестирую на своей фокус-группе. Если хотите в нее попасть, ссылочки на это все в описании. А на этом все, спасибо, что досмотрел, ты знаешь, где кнопка подписки. А!